Телекомпания Сизанс Совместно с Ле Филмс Дюта Марин представляет Фильм Жанна Мари Давида Голубой Пикардийский Спаниель и Лаготта Романьола Болотистые районы Европы стали родиной необычных охотничьих собак, прекрасно адаптированных для работы в воде У этих разных пород, несмотря на их самобытность, есть и кое-что общее Это универсальность Голубой Пикардийский Спаниель родом из Северной Франции Так же хорош на равнине, как и в воде В Центральной Италии, где большинство болот было осушено, часто можно встретить удивительную небольшую собаку Лаготта Романьола Она способна не только поднять птицу, но и преуспела в поиске трюфелей Любители голубого пикардийского Спаниеля регулярно собираются на родине этой собаки Кристиан Шарон, тренер Спаниелей Жан-Пьер Губе, секретарь И Жоэль Майи, президент клуба охотничьих собак Пикард Все трое любители этой породы Трава сейчас слишком высокая для охоты Это верно Вы не боитесь пускать собак? Голубой пикардийский Спаниель это континентальная собака седьмой группы Это региональный Спаниель Северной Франции Собака очень выносливая Ее размеры колеблются и для кобелей, и для сук от 55 до 60 сантиметров С допуском до 2 сантиметров Идеальный вес такого Спаниеля составляет от 25 до 27 килограммов В зависимости от того, кобель это или сука Сука не крупная, компактная Она создана для работы Нос должен быть широкий, открытый, черный Морда также должна быть широкой Переход от алба к морде четко выражен Кончик носа крупный У собаки должны быть широко открытые и выразительные черные глаза Взгляд должен быть теплый Уши посажены чуть выше линии глаз Они должны быть покрыты шелковистой довольно толстой шерстью Ухо, если его вытянуть горизонтально, должно легко доставать до кончика носа Голубой пикардийский Спаниель обычно имеет соломенно-стальной окрас Так мы называем его на своем жаргоне Это серый с примесью черного цвета Обязательно несколько черных пятен по всему корпусу Если говорить о стандарте окраса, то этот экземпляр является типичным представителем породы Лапы должны быть крупными Достаточно широкими, между пальцами несколько волосков Поясница должна быть широкой, слегка закругленной Хвост не должен стоять высоко, не должен быть прямым По длине хвост должен доставать до скакательного сустава Шерсть на хвосте должна быть шелковистой, такой же как шерсть на лапах Она должна покрывать лапы от бедер до нижней части Задние лапы, как и передние, должны быть широкими, не слишком плоскими Здесь мы видим точно такие же волоски между пальцами Как у всех рабочих собак, суставы спереди и сзади должны быть мускулистыми Это собака, которой приходится много бегать Так что ее мускулатура соответствует нагрузкам, которые приходится на лапы Эти собаки предназначены для любых видов охоты Они подходят и для тех, кто охотится на птицу, и для тех, кто любит поднять и загнать дичь А также для охотников, что просто хотят провести день на свежем воздухе Эти собаки подходят и для равнины, и для леса Они хорошо охотятся в одиночку или вдвоем При виде дичи делают неподвижную стойку Обучить их этому приему несложно Что касается радиуса поиска, то у этой породы он средний Обычно радиус составляет 50-60 метров в обе стороны от охотника Это то, что сегодня пользуется у охотников особым спросом Потому что с такой собакой можно охотиться и в общественных угодиях Ему около года Взгляните на перья, ему не больше года Хорошо, малыш? Хорошо Кристиан Шарон примерно с двух месяцев учит щенков охотиться Перо на удочке Это, если хотите, способ научить собаку стойки Сначала щенок с ней просто играет А приманка нужна, чтобы собака поняла, что если просто бегать за игрушкой, ты ее не получишь Нужно остановиться и замереть, тогда получишь награду На самом деле, для маленьких щенков стойка это охотничий инстинкт Так что тренировки начинаются как игра Но они не должны быть слишком долгими, иначе собака начнет делать стойку на все подряд Что бы ни увидела Вот щенок сделал стойку Видите, он понял Молодец Если долго повторять упражнение, собака научится правильно делать стойку Сегодня наша основная задача Выяснить, у кого из этих щенков больше развит инстинкт делать стойку Похоже, этот схватывает быстрее остальных Это вовсе не означает, что с возрастом он будет сильней, а остальные будут хуже Это совсем не так Но в данном случае, если охотнику нужно будет выбрать щенка Он скорее возьмет того, кто лучше делает стойку Реакция на приманку из перьев – это хороший признак Видишь, Жан-Пьер? Мы попробовали с приманкой Сначала они вроде заинтересовались Но они еще слишком малы Видно, что у них на уме только игры Они все время дразнят друг друга Когда один начинает делать стойку, другой хочет играть Сейчас мы попробуем с другим щенком Ему уже три месяца Увидим, есть ли разница между теми, кому три месяца И теми, кому всего два Давай, давай Рафаль, ищи Ищи, ищи Молодец Осторожно Осторожно Стой Этому щенку уже три месяца Мы несколько недель учим его делать стойку Сразу видна разница между ним и другими собаками помоложе У этого щенка уже сформировался инстинкт стойки Он хорошо ее делает Он на собственном опыте усвоил, что стойку нужно делать не на запах, а на саму дичь Посмотрите Хорошо, молодец В нашем регионе очень много болот И эта собака ценный помощник Она может приносить дичь, упавшую в болото Сомы В долине Лоти или в долине Канш Молодец Молодец, неси, хорошо Умница Хорошая собака Умница Молодец Эта собака готова лезть в воду при любой погоде Минус пять, значит минус пять Она все равно идет в воду Если подбитая утка ушла ко дну, собака будет ее искать хоть десять минут Не успокоится, пока не найдет Очень смелая собака Это главное качество для тех, кто охотится на болотах Хорошо Молодец Перед началом сезона не помешает очередной визит к ветеринару Сколько ей? Три с половиной Голубой пикардийский спаниэль и очень выносливая собака С ней не бывает каких-то особых проблем У этой породы не отмечено ярко выраженных генетических заболеваний и нет проблем с дисплазией тазобедренного сустава Есть одно слабое место, как и у всех собак с висячими ушами Могут возникнуть ушные инфекции, отиты Ничего серьезного, но все-таки Регулярного ухода достаточно, чтобы свести эту проблему к минимуму Собака довольно крепкая, отлично справляется со своими задачами Она всю жизнь охотится, поэтому прожить может довольно долго, до 13 лет И за все это время они не устают от своего любимого занятия, от охоты Обычно собака отлично себя чувствует Это очень выносливая и здоровая порода У них не отмечено генетических заболеваний Этих собак нельзя слишком много кормить, чтобы они не толстели Чтобы у собаки не было проблем с движением Если она худощава, она почти никогда не устает Во время охотничьего сезона ей нужно дополнительно давать витамины Особенно, когда собака уже не очень молода Собака тратит больше энергии и рекомендуется изменить ее рацион Добавить в пищу элементы, богатые белками и жирами Я выбрал голубого пикардийского спаниеля, потому что это собака Которую практически не нужно воспитывать Я не говорю дрессировать, это слишком сильно сказано Именно воспитывать Эта собака с удовольствием делает то, о чем ее просят Это универсальная собака, потому что прежде всего это собака для равнин Но, в принципе, ее можно взять с собой, когда вы идете и в лес Это очень серьезная собака И она доставит вам много радости Это большая выставка собак в Лунгшампе Сегодня мсье Эрман, президент клуба Спаниели, судит здесь Лаготта Романьола Отличная шерсть и голова круглая Хорошо Общий вид замечательный Хорошо Сюда Лаготта Романьола или водяная собака имеет небольшие размеры Она может достигать в длину 45 сантиметров и весить 12-15 килограммов Это собака, которую удобно возить в машине на работу и за грибами Эта порода отличается характерной шерстью Жесткой и вьющейся У собаки она стриженная Если не стрижет шерсть, она будет длинной Но мы регулярно стрижем собак для улучшения текстуры шерсти Шерсть должна быть очень плотной и кудрявой Такая шерсть защищает собаку от насекомых Голова круглая, в этом она похожа на других длинношерстных собак Глаза скрыты Шерсть на ушах более короткая У нее круглая голова с большим коричневым носом Потому что окрас коричневый У белых собак нос гораздо светлее У Лаготта довольно круглые подушечки лап С плотно сжатыми пальцами и сильными когтями Они позволяют собаке быстро рыть землю, чтобы найти трюфель Хвост расположен довольно низко Он нормальной длины, то есть достает до скакательного сустава Это собака, которую последние 150 лет учили добывать трюфели Это единственная порода в мире, которая ищет грибы У собак очень развит мюх Они обладают необыкновенным обонянием Эта собака в состоянии обнаружить трюфель, который прячется на глубине 20-30 сантиметров Чтобы уловить знакомый аромат, нужно иметь отлично развитый нос У всей породы поиск трюфелей это врожденное Собак не нужно обучать Инстинкт сам гонит их на поиски Не совсем обычное качество, которое может оказаться очень полезным для французских фермеров Водяные собаки довольно древнее семейство Их история восходит еще к средним векам Они жили по всей Европе Потом семейство разделилось на две части Классическую и современную Классические водяные собаки, те которых сейчас зовут барбет Например, французские барбет Они самые крупные в этом семействе Другой барбет или португальская водная собака среднего размера Барбет или лаготта романьола собака небольшого размера На самом деле это три разновидности одной и той же породы Существует разница между современными и классическими собаками У классических, типа барбет, шерсть покрывает все туловище В то время как у современных Вьющуюся шерсть можно найти только на верхней части лап и туловище А морда гладкая, и это нормально Нижняя часть лап тоже всегда гладкая Лагота романьола, как следует из названия породы, это водяная охотничья собака, которая должна добывать птицу на озерах и болотах Но на ее родине, в Романье, это провинция центральной Италии, болота были осушены Полтора века назад владельцы задумались о том, как использовать эту породу Жителям Романии пришла в голову идея научить собак искать трюфели Это не помешало собаке сохранить свои охотничьи качества И вы всегда, когда пожелаете, можете взять ее на охоту на птицу В сердце Бургундии живут виноделы Армель и Бернар Рион Они производят Вон Романе и Ньюи Сен-Жорж Ну что, по-моему, лоза уже большая, надо торопиться со сбором, иначе мы не уложимся в срок В конце года всегда много хорошего вина Кроме виноградников, у Армель есть еще одна большая страсть Плантации трюфелей Ее собаки, Романьола, отличные помощники Сейчас мы позанимаемся с собаками, чтобы немного потренироваться перед сезоном трюфелей Сейчас период созревания Я беру камни, чтобы ограничить территорию Потому что соревнования проводятся на ограниченном пространстве Я кладу четыре камня, это естественно, их повсюду много Потом прячу свои трюфели в самых разных местах Не очень глубоко, чтобы собака легко могла до них добраться Если закопать глубоко, она может не найти Я прячу трюфели на 10 сантиметрах максимум И прикрываю землей Это место не очень заметно Я часто оставляю небольшой знак Не хочу, чтобы у моей собаки появилось отвращение А так она будет искать трюфель А я смогу ее немного направлять, если возникнут трудности Идем, Этна, идем Хорошая девочка Ну что? Будем искать? Ищи, ищи, ищи Ищи как следует Молодец, умница Какой хороший трюфель Молодец, Этна Хорошо поработала Держи, моя красавица Молодец, девочка Занятие прошло неплохо Хотя можно было ожидать лучшего С другой стороны, сейчас лето И трюфели не такого качества, как они обычно бывают осенью Живость собаки, качество, влияющее на способность искать трюфели Собака должна быть быстрой, чтобы найти трюфель Это главное Еще она должна быть в очень хорошем контакте с хозяином Давай, давай, бегом Бегом, лежать Молодец Хорошая собака Давай, Пипо Этна Сегодня в лесу хорошо Смотрите, сколько здесь орехов Замечательный бук Смотрите, вон там, смотрите Ищите, ищите хорошенько Ищите Искать Искать Искать, искать, искать Искать Один нашла Что это у тебя? Покажи Сейчас Надеюсь, она его не испортила Там ничего нет Надо искать снова Ищите, ищите Хорошенько ищите Искать? Да, да, хорошо, молодец Она заслужила награду Да, нет, ищи Молодцы Молодцы, хорошие собаки Молодцы Молодцы Этна Этна Нашла еще один Она нашла и сама выкопала Вперед Вперед Апорт Что мне больше всего нравится в Лаготто Так это их любовь к хозяину Они заглядывают хозяину в глаза Они в восторге от своего хозяина Тан-тест на природные способности Это специальное упражнение по поискам предмета в воде Как вы видите, собака должна найти предмет и принести его судье или хозяину Для этого упражнения нужна собака, которая любит воду, любит плавать Которая не боится прыгнуть в воду и достать оттуда предмет Собака не боится холода, потому что у нее очень толстая шерсть Она отряхивается, чтобы поскорее высохнуть Поиск трюфелей никоим образом не изменил свойства этой породы Ее всегда привлекает вода и птицы Когда она их видит, то сразу оживляется Мы купили одну в итальянском питомнике Его владелец ищет трюфелей и охотится на уток В Италии по-прежнему охотится с водяной собакой У нас трое детей Они обожают романьолов Так же, как романьолы обожают детей Собаки любят, когда их ласкают и тискают Когда они маленькие, они как плюшевые игрушки Когда вырастают, становятся большими игрушками Романьолы это порода, которые легко уживаются с другими собаками У меня с ними не бывает проблем Их можно выводить в десятером, они никогда не ссорятся Лаготто любит бегать, но он держит ритм своего хозяина Вы идете быстрее, он тоже Вы медленны, и он притормозит, подстроится Что такое собака-винодела? Это верный друг, который терпеливо бродит с вами по виноградникам Лаготто никогда не устает Он может бегать часами По лесу, по полю, по кустарникам, с детьми Другими словами, это неутомимая спортивная собака Я надеюсь, что Лаготто не слишком распространится во Франции Став известным широкой публике, он должен сохранить свои рабочие инстинкты Важно, чтобы она сохранила свои инстинкты по поиску трюфелей Лаготто Романьола заслуживает больше известности Эта рожденная в болотах собака стала настоящим экспертом по поиску трюфелей Сохранив при этом охотничьи инстинкты Она должна заинтересовать многих любителей породы Надежный помощник, застывающий над дичью Прекрасный пловец и ныряльщик Голубой пикардийский спаниель также универсален Его таланты могут увлечь и соблазнить самых требовательных охотников Программа подготовлена к эфиру по заказу студии ЮСИН